МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе управляющая на реальной кухне Олеся. Буквально с первых минут она решила изменить привычный уклад вещей и ввести новую концепцию в ресторан. Как же будет? Афистантам заказывают блюда, да? Они заходят на кухню и делают его, да? Так? Да. Новые порядки принесли на реальную кухню чудовищный хаос. Я вообще не хочу больше так работать. Я не понимаю вообще, чего тут кто делает? Да это реально бред. Концепцию Олеси не приняли даже гости. У нас поменялась политика ресторана. Да, значит, разрешается ходить небритым. Моя небритость допускается. Однако на подведении итогов ни один из участников не сказал, что ее революционная идея похожа на утопию. Все, в принципе, здорово, нормально все. Ну, не знаю. Она просила нас поддержки? Вы видите, что мы все поддерживаем. В результате нового введения заработок на реальной кухне оказался смехотворно мал. При этом худшим на этой неделе назвали Александра. А лучшими стали Сандро и Максим. С утра 10 оставшихся в проекте участников разделились на две команды. Одна осталась в ресторане готовиться к детскому празднику. А вторая вместе с шеф-консультантом Василием Емельяненко уехала перенимать опыт работы успешного бургер-кафе. Ребят, проходите. Доброе утро, господа. Александр – идейный вдохновитель и создатель концепции «Бургер Бразерс». Ваша концепция очень интересная, прикольная, поэтому я их привез специально для того, чтобы они могли посмотреть, как работает кухня. Это сейчас бум на бургеры. Эти парни, они как раз вот такие ласточки. Вот это вот бургерное движение, которое идет с запада. Нам всегда нравились бургеры. Булка и мясо – это все, что нужно. А мясо и говядина? Мясо и говядина, да. Вы ставили акцент на том, что не надо быть шефовым, профессиональным. То есть перед вас их не было? Не было. Едут шесть секреты все не выдавайте, она москвичка. Я думаю, что тут сейчас вокруг вас пять таких точек будет. Ну, ничего страшного. Я вообще против фосфода, прям категорически. Я вот посмотрел, я вообще не понял, что здесь находится. Я бы хотел какие-то заведения посетить крутые, там Арама, например, рестораны. У нас привезли в какую-то бегаловку, в которой вообще я там ничего не могу себе подчеркнуть. Пока первая группа вникала в нюансы работы кафе, вторая готовила торты для предстоящего вечером детского праздника. Сегодня готовим торт. Ребят, я прошу, чтобы лишней суеты не было. Пойдите, обсудите концепцию праздника, там. Придете, попробуйте в конце рабочего дня. Хорошо, мы уйдем. Я попробую не оставить кусочек. Нас с Таней и Саней отправили в филлаут, якобы мы им бы мешали. И мастер-класса мы так и не увидели. Мы начнем готовить бисквит. Для этого нам надо 4 яйца, 200 грамм сахара и 200 грамм муки. А пока мясо наш бисквит взбивается, мы подготавливаем все для крема. Чего про конкурсы? Давайте подумаем. В любом случае сидеть за столом и только делать акцент на еду – это неправильно. Чтобы все участвовали. Чтобы они совместно что-то делали своими руками и оставить на память, допустим, для родителей даже. Печеньки песочные. Вот сделаем тесто для тарта и пусть они лепят. Мы придумали, как провести время с детьми сегодня. Идея была моя, так как есть опыт проведения мастер-классов среди детей. У нас всегда из-за этого происходят потасовки на работе, потому что какой-нибудь кондитер постоянно кладет ягоды на видное место. И зря он это делает, потому что я очень люблю ягоды. Так, мужчина. Ну что тут у вас происходит? Мы, Татьяна, работаем. В отличие от некоторых. В отличие от некоторых, да. Мы такую концепцию придумали. Танюш, отнеси, пожалуйста. Новое заведение? На мой взгляд. Это еще управляющая? Детского праздника. Валера, тебе не кажется, что Таня пришла нас немножко поотвлекать? Нам это поможет, потому что мы слишком зациклились на работе. Правильно, правильно, ребят. Валера, мне кажется, Татьяне пора... Свернуть. Вернуться, вернуться. Какая она красивая, ну как можно ее... Злые вы, уйду я от вас. Будет желание, приходи. Мне понравилась реакция ребят, которые готовили торт. Что мы там не должны были находиться, не должны были советы давать. Они нас оттуда выгнали, мягко выражаясь. Видя негативное к себе отношение, выгнанная тройка планировала, чем они могут ответить обидчикам. И вспоминала про Арам. У нас есть красная трубка, я думаю, мы сейчас ей воспользуемся. За это время, пока меня не будут, может случиться некий экстренный случай, в который вы можете позвонить. Но я сразу призываю, если балаган сгорит, это не повод, чтобы мне звонить. Будет звонить Таня. Ребят, я вас оставлю на лечении. Благодаря шефа. Ребята, все. Давайте начнем с дать бургера, я помогу вам, как я делаю. Доброе утро. Мы грант сарим мясо, а мы прокручиваем это через тесноруку, распределяем их, красаем, ломбит и жарим. Там пухнет 5 на 2 квадратных метра. Ребята работают вообще без какой-либо формы. То есть он пришел, потом встал и начал бургеры жарить. Я бы не стала там кушать. Говорите, что делать. Что мы кладем сверху? Помидор и лук. Дальше мы кладем на булку уже лист с мачмоловым соусом. Осталось приклонить к крышку. И мы ножик трясачься рукой. А ножик для чего? Чтобы он не развалился, да? Да, чтобы он, чтобы отдать его до легче. И вуаля, наш бургер готов. Что, ребят, понравился вам мастер-класс по бургерам? Ну, да, ничего. На самом деле, конечно, хотел бы увидеть шашлык. Нет. Московский шашлык. За шашлыки. Что там можно подчеркнуть себе? Что там можно увидеть? Это бред, это отстой. Это какой-то вообще... Блин, у меня было ужасно просто сегодняшнее. Вот это все увидели. Все супер. Спасибо за гостеприимство. Теперь мы постоянно имя ошибки. Спасибо. Я уже у вас украл пару идей. Придем к вам. В следующий раз мы к нам. С удовольствием. Теперь мы... Все. У нас невозможно создать такую команду. У нас все разные лебедь, рак и щука. Единообразия в мышлении нет абсолютно никакого. В сочетании с лаймом, апельсин и наш крем, я думаю, даст незабываемый вкус нашему торту. Нашему шедевру. И ребенок свой день рождения запомнит на всю жизнь. У нас получается прекрасный заварной крем. Валерка, а у меня ничего, что так же это жестковато. Он даже застынет, еще масло будет. Самое главное в торте – это крем. Я услышал, что Валера будет готовить заварной торт, ну, с заварным кремом. Он решил подарить свой рецепт, ну, который подарили когда-то мне. Делаем второй крем на наш чудесный детский тортик. Крем... А можно потише, девочки и мальчики? Можно выйти, не мешать нам? Если вы не хотите молча слушать, тогда попрошу вас обсудить детскую концепцию. А мы этим занимаемся. Как кондитеру здесь на проекте. Хотелось посмотреть на торты, как они их делают. Крем будет называться маскарпоне. Для этого мы растворяем желатин в холодной воде. Мы берем маскарпоне, растапливаем маскарпоне в сотейнике. Нам понадобится 6 желтков на 500 грамм. То есть мы берем 12 желтков. И нам нужны белки отдельно, которые мы добавим в конце. Ставим взбиваться яйца с сахаром. Валера, как наш бисквит там поживает? Он отлично себя чувствует. А диверсанты все смотри. Соблюдают свою фигуру, я смотрю. Да, безобразие какое. Когда они стояли возле кондитерского цеха, что-то там пытались вас смотреть или разузнать, не знаю. Я спросил, но люди восприняли это как-то агрессивно. Опять же, видимо, докопаться до чего-то становится все сложнее. Да, а такие мелкие распри дают шанс. Что ты взяла? Постоянно гнобление нас с кухней. Пошли вон отсюда, мы сами все делаем. Ну, корону понацепляли и ходим. Саша вообще себя в последнее время так фамильярно ведет. Александр почему-то пока еще включил звезду и никак ее не снимет. Видимо, еще никак не выйдет с роли управляющего. У меня сейчас, я подхожу к нему, ты знаешь, что такое темперирование? Я говорю, нет, расскажи. Не рассказывал. Меня устраивает то, что я стою на баре, на кухню я проситься больше не собираюсь. Понятно, что все мы чего-то не знаем. Если бы все были супер-пупер профессионалами, никто бы сюда на проект бы не пошел. А у нас получается, ты чмо и зовут тебя никак, и твое место у посуды. Далее, на реальной кухне. Сюда? У нас времени нету. Вы, значит, идете за тарелками, всем, 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 что надо для детей. И мы с Андрой идем шарики искать и дуделки. Представь, что нашей дочке 7 лет. Что бы ты выбрала? Дайте оставить стакан. Это будет все. Так, пойдем, я думаю, тарелки тоже можно взять. Что же нам еще нужно было? Клопаки. А вот и смесь. Платье есть только, да? Да. Я не признаю. А ты кого бы хотела? Девочку или мальчика? Мальчика. Сколько мальчиков? Не знаю, я не думала об этом. Пока Кирилл и Женя наслаждались общением друг с другом, выбирая в магазине игрушки, на кухне повара уже приготовили крем и коржи. Первым доводит свой торт до готовности Валера. А это что? А это не мойка. Ну, извините меня, Паша. Мы начинаем смазывать коржи. Распределяем аккуратненько по поверхности крем. Какой домашний вариант пирога. Я надеюсь, украсит любой праздник. И сейчас самая красивая – ягода. Все, наш торт готов. И мы отправляем его в холодильник до вечера. Я заметил, многие ребята боятся вылететь. Валерка очень боится вылететь. Образили? Он не знает, как вести себя, как себя подавать, что ему делать. Кирилл делал акцент на выгону Валеры. И он сказал, что я тебя здесь вообще на проекте не вижу. Ну, ты же сам понимаешь, кто я и кто ты. А кто он? А я звезда. Я уже как бы одной ногой в ресторане у Арама. Давай костюмы тогда посмотрим. Так, нам тогда направо, наверное. Слушай, я заблудилась. Я вот вижу шарики там. Я прошу прощения, можно? Дайте мне их тут 10. Да помолчи ты. Нет, давайте нам все разные, 25 штук. Иди, выберем. Я хотел, много чего хотел там в магазине. Она меня как-то все время зажимала, она еще до этого поговорила со мной. И в тисках все. Я не видел, как женщина мной в ласке. Если бы ребенок это сделает, я думаю, мы его потеряли надолго. Ой, мне плохо все. Это ужасная труба. Она и я, мы старались держаться. Она и начала работать над собой, на своем ошибке. Молодец, что она сдержалась. Так, ребята, мы все купили для нашей вечеринки. Но чего нам не хватает? Это хорошей музыки. Нам не хватает хорошей музыки. Включите, пожалуйста, радио Энерджи. Энерджи! Пока Олеся со своей командой торопились с покупками в ресторан, на кухне настала очередь Максима доделывать кулинарный шедевр. Крем мой приобрел нужную консистенцию. И я сейчас буду доделывать торт. Наносим один слой крема. Сейчас мы будем на этот слой укладывать ягодки. Ребята делали свои пироги. Просто тортом это сложно назвать. Ваши три захода. То они отпекали бисквит и делали крем по очереди, то потом пропитка, то потом ягоды. Наносим еще один слой на ягоды. Первая часть готова. Накрываем его крышечкой. И теперь наносим слой, который будет у нас наверху. И в конце, чтобы у нас тортик блестел, я добавлю немножечко глазури. Саша тоже не остался в стороне и решил продемонстрировать свое мастерство кондитера. Он стал готовить из шоколада поздравительную табличку на торт. Шоколад такая вещь, с которой можно работать для бесконечности. Мне нужно было просто убить некоторое время, пока застывали мои плитки. Я решил покатать конфеты. Один шоколад мы сделаем с голубикой и орехом. Сейчас мы все хорошо перемешаем и наполним одну из наших форм. Это вот с ягодами, да? Да, это с ягодами и с орехами. Это чудесно. Я уже хочу непременно это попробовать. Ну а как наш руководитель налезть? Пи-пи! Да нет, все пока нормально. Но у нее бывает занос. Занос у всех бывает. Меня тоже заносит тетяня? Не называй меня, тетяня! Я ее обожаю. Мне очень комфортно с ней в паре. Если честно, мы с ней поговорим, а что, если сделать кулинарное шоу, где мы будем вдвоем? Всем привет! Привет! Мы съездили в магазин, все купили, все круто, порадовались. Но для начала хотим очень посмотреть, что нам испекли за торт чудесный. Сейчас покажем. Давайте. А чем они отличаются по даче? А так, два торта аналогичны друг другу? Нет, два разных крема. У Валерки заварной, у меня крем маскарпоне. Я думала, там вау, будет просто. Я просто. От этих тортов. Шок. А можно попробовать кремы? Больше такой детский. А что у тебя, там, цитрусы, что-то? Немножко цедри, лайма и апельсина в самом креме. А попробовать вы не оставили как-то отдельно? Маленький. Маленький. А можно мне два крема попробовать? В розетке отдельно крема попробовать. Все, что сегодня сделали ребята, но это был пустарный вариант. Это не были торты ресторанной подачи. Это приготовленные домашним вариантом мамы. Вы сами оценили уже вид одного и второго? Первый раз видим. Первый раз видите? А почему? Мы их не пускали, потому что они нам мешали. Я всех слил. Ты или кто-то другой командовал вместо тебя? Нет, ну, мы втроем тут командовали, кто находился. Красавчик, ладно. Честно скажу, торт мне не понравился ни первый, ни второй. Вид, конечно, страшный. Если девчонок бы пустили на кухню, я думаю, что что-нибудь получше бы нам не придумали все-таки. Этот выпьем? Да, этот мой. Ребят, может, попробуете, оцените, я вас послушаю, но я свой выбор уже сделала. Макс, а ты сможешь поправить вот эту часть, да? Ну, она должна была вообще застыть. Мы волокрались тут этими тортами. Ты знаешь, что, подожди, солнце. Туда-сюда. Ну, там полторта куда-то съехало. Я просто, ну, как-то не стала на этом акцент стоять, потому что по виду реально и по крему его торт был вкуснее. Ну, вот этот я, да. Мне, если честно, тоже больше понравился маскарпоне. Он шикарный, да, крем. Валера просто чуть-чуть перебарщивает. В крем он перебарщил ингредиентов. Столько всего, что его пробуешь, там как будто и песок у тебя на зубах, и какие-то элементы фруктов, и что-то. Ну, он прям перемудрил. Давай, Макс, мне нравится этот торт. Добирай его в холодильник, пусть он доходит. И потом надо будет его исправить здесь. Торт очень простой. Крем там делается полчаса. Купил ягод, накидал, слепил, поставил в холодильник, у тебя через час торт готов. А помимо торта что-то еще вы будете предлагать? Просто интересно, что вы делали из шоколада? Соответственно, там... Шоколадка, да, я так понимаю? Ну, да. Мне не нравится, кому-то нравится? Мне очень сладкие, фрикторные тоже показались. Короче, я на мойках сегодня. Не знаю, ребята, это хендмейт. Я считаю, что они вкусные. Давай, иди танцуй. Сделано руками. Сделано руками что? Растоплен шоколад, закинут туда ягоды и поставлен в морозильник. Ты считаешь, это что, конфета, да? Что, пожалуйста, как нужно делать конфеты? Я не знаю, как надо делать конфеты. Я что, сказал, я вижу, да. Но мы тебя, Саша, об этом не просили. И это время можно было бы провести с пользой для подготовки к открытию ресторана. На шоколад у меня ушло максимум 15. Это не обоснованное венение. Это просто нам нужно было, видимо, за что-то придраться. Ребята, пожалуйста, давайте в зал. Да, нам надо срочно готовиться к открытию ресторана. Сейчас распределим позиции и приступаем к работе. Макс, чего у тебя по кухне? Заготовок пока ничего нет? Нет, ну смотри, у нас же супов сегодня не будет, правильно? Почему? Ну, окрошка на детском празднике, это не серьезно. Нет. Ну, смотри, у нас суп, пюре и шпинаты есть, в принципе, есть. Все, все, есть суп. На окрошку только порез с ингредиентом. Это вообще... Сегодня, мне кажется, не нужно. Ребят, не галдите, я с Максом разговариваю, ну, елки-палки, ну, сколько можно уже? Все, мы сегодня можем делать медальончики. Макс, я вообще не хочу менять сегодня меню. Она видела меню, которое у нас было в тот день, когда она приходила заказывать банкет. Это будет 80 тысяч. Входит все, что вы заказываете по меню для детей. Все, что взрослые заказывают себе, оплата отдельно по счету. Сегодня мы меню не меняем, они будут заказывать все по факту. И это все будет у них один большой счет. Ань, смешно то, что я тужусь, да, сижу, то, что я распинаюсь и ору, что ли? Или что смешно, я не пойму, то, что я хочу, чтобы вы меня слышали? Вот мне серьезно, сегодня не смешно, и сейчас сидишь и провоцируешь меня на гнев. Я уже, наверное, не привыкла, ну, орет, да орет. Хрен с тобой. Если в себе это копить негатив, то ничего хорошего не будет. Макс, ты шеф, руководишь кухней. Сандро в зале, Женя в зале, Кирилл в зале со мной. Валера, Аня, Таня на кухне. Артем в бар готовит один. Саша Ерин на дискотеке. Саш, потому что ты еще там не был из нашего всего коллектива. Нет, 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 вопрос. Ну, как бы, мы еще вчера это обговаривали, что сейчас будут люди туда уже уходить, просто те, которые там не были. Не могу сказать, что я прям уж настолько огорчен, что меня поставили на мойку. Так как все-таки у нас ограниченное количество участников, мы не можем набирать специально обученных людей на эту должность. Смотри, Сандра у нас потом будет клоуном. Ура! Почему пока? Аниматором, аниматором. Чего еще? А что обидного в клоуне на детском празднике? Я вообще не понимаю. А что плохого в клоуне? Он будет клоуном сегодня для детей. По-другому это не называется. Я себя контролирую прекрасно, Валера. Хоть она там ругалась, но это все по существу. Она все время боится, что мы ее можем подставить. Ну, так, порычала, но это уже без матов, уже без всяких истерик, скандалов. И кто не пострадал. Далее, на реальной кухне. Валер, ты тогда сейчас занимайся жарким. Я сейчас займусь рыбой, подготовлю. Таня, ты занимаешься блинами. Да. Аня, если получается, сейчас когда придет, она не знаю, когда... И оформлением уже мастер-класса, чтобы там все эти пергаменты, бумажки, фигашки. Ребята, смотрите, какие у нас клювы и жары. Слушай, мы можем их вообще отпустить все вот так по потолку, да? Так, а мастер-класс вот сюда выставляете, два стола. Я стараюсь выполнять то, что все она просит, чтобы так же ко мне люди потом отнесли. Когда, если вдруг такая возможность у меня будет, управляющим, чтобы ребята так же меня слышали, как и я их когда-то слышал. Ребята, разбирайте свою посуду, пожалуйста. Сейчас я разберусь. В противном случае вся посуда пойдет на продажу. Вот когда ты начал разделять нас на твое-мое. Чего ты взял, что это наша посуда? Вот объясни. Ну как, вы же на кухне сегодня? Ой, мой юный друг. Бумп на мойке у нас. Сейчас я еще одну доску от рыбы принесу. Неси, неси, а то одни угрозы только. Ой, нас столько всего купили, ребята! О, еще до прихода гостей смех Сандро уже успел. Меня надо есть. Такой человек, он любит навязаться. Кирюх, а что, поработаете с Женькой вот в этих масках-то с носом? Да, да, заброс. И Артема мы наденем тоже. Каждый сегодня получит по заслугам. Сейчас, прикинь, придут дети по 20 лет. И секции боксов. Концепция! Разобьют наконец-то мне морду. Анют, молоко попадалось? Нет. Хорошо. Сейчас, чуть-чуть пленочку снял. Пленочку снял, да, и все. Она вообще крутая. Это очень крутая телесинка. Отлично. Главное, не пересушить ее. Я хотел ее вообще на медальем. А куда вы хотите ее? На жаркое? Ну, она сказала, меню не меняем. Это засада, на самом деле. Ну, вообще, это очень... Такое мясо нельзя нажать. Это очень засадно. Что, дети, вон там, дети, с детям куда удобнее будет? Все удобно так еще? Заправили. Я потихоньку начинаю терять сознание. Кислород берет и все. Ты что там, мне решили затянуть? Чтоб не сварилось, не дай бог. Рисы. Друзья, я тебе в края, куда ты бежишь-то? С днем рождения. Давай, давай, давай. А мы коровод водим. Кирилл и Женя практически с первых дней вместе. Женя, как девушка, проявила слабость, примкнула к более сильному плечу. Как на ее первый взгляд это показалось. Пусть вдвоем посмотрим. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СМЕХ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Куда вот это развешивать будем, Олесь? Смотри, вот это длинное. Вот я думаю, нахер с их можно взять. Да ты-то отойди. Есть у тебя там где, потому что не знаю. Ты все сказал? Я забыл просто, что он контуженный. Вот и льва звезд! СМЕХ А что, контус заходил, что? Кто здесь? Кто? Какой-то комар пискнул сейчас. А чего вы сегодня готовите, твари? СМЕХ Валера, а что это за пирожки? СМЕХ 35 это уже все, это уже образ жизни. Ему к лицу эта маска. Это его сущность, мне кажется. Потому что там есть такое на самом деле. Вот в чем факт. Так, я сейчас тоже ухожу переодеваться в кухне. Внимание! За старшего остается Валера. Слушайте, о, как меня. Тебе воды? Да, надо на стол поставить. Держи. Слушай, сколько здесь полезных веществ? И кальций, и натрий, и калий, и магний. Ты, наверное, пить хочешь? Да, с удовольствием. Сейчас жарко у нас сегодня. Да, вообще даже. Женька, спасибо. Такой бульдог! Носорог! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Да тихо! А то сейчас я такого бульдога и делаю. Ха-ха-ха-ха-ха! Дурак, я сейчас так накрашу, тебя вообще никто никогда не узнает. Вот дай я тебе просто на лбу напишу четко. Нет, не надо. Дай, говорю, я пальцем, уже пальцем. Нет, нет, нет. Ты что, дурак? А кто? Он гад, почему-то вот так вот решил такого клоуна жуткого слепить из меня. А я уже в отместку говорю, дай хоть что-то сделать гадкого. Тем более, говорю, у тебя под твоей шляпой, мышиной головой не будет видно ничего. Поэтому я его чуть-чуть отовстил. Давай, давай. Вот и все, что-то орато. Как маленький. У Макса, значит, на лбу написано мышь черными, такими неровными буквами. Усы такие черные. И этот такой же красный нос. Тут стрела какая-то куда-то указывающая. Я говорю, вы что делаете? У меня, видишь, у меня сразу картинка, что они вот в самом плохом месте, на самом плохом уровне. Кирилл, ты отлично получаешься на фотках. На каких? А ты фоткаешь? Ну да, да. Сейчас надо готовиться к мини-коллапсу. Давайте я валерьянки добавлю в лимонад. А дети меня не знают. Тоже успокоят? Фотограф из меня не очень, ребят, так что... Вы закипели себе, да. Дети за стол сели. Да, 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 и уснули просто. Любишь детей? Ну да, я люблю. Я тоже не боюсь, они чувствуют это. Возьми мне с шариками, что ли, в руки. С шариками, давай их встретим. Ресторан открыт. О, привет! Подожди. Здравствуйте. Как может быть, мы с тобой как-то размыть, когда-то сначала именинницы. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Кирилл, Евгения, наша управляющая Олеся. Добрый день всем. Обстановка, украшение зала, дружелюбие персонала. Надо сказать, что, мягко сказано, поразило. Ребятки, давайте садитесь кто куда. Здравствуйте, ребята! Как дела? Сейчас к вам придет клоун. Я был мышью, мне было очень жарко. Я цеплялся за светильники, которые там висят, постоянно их поправлял. А именинницы что? Гидочка с бантиком в очках. Хорошая. В первом платье. Все, видим. Пожалуйста. Держи, пожалуйста. Вероника. А варю. Воткни в торт семь свечек. Какой у вас? И оставь в холодильнике. Который у Макса. Даю, даю, даю. Жесть. Мышь, большая мышь. Кока. Не, нормально, нормально. Когда вышел Макс в этом мышью, это вообще, ну, я все, я думал, провал. Все сразу напряглись, напряглись гости, заказчики напряглись. Мы и дети такие. Ребята, лоун пришел к нам. Здрасте, детишки. А у кого сегодня день рождения? Мышь, ой, у тебя, а как тебя зовут? Варвара, ты красивая девочка, Варвара. Было тяжело, вот эта вот краска на лице, она меня тянула, там жарко нереально находиться. Ты клоуна не боишься? Нет. Молодец. У нас девочки с двумя мозгами. Есть ли без мозга? Есть, конечно, у нас на кухне не только с двумя мозгами девочки. Ну и без мозга тоже есть. У нас на кухне такие девчонки. Я очень соскучился по своему сынуле, и поэтому меня очень порадовала маленькая девочка. И вообще такая атмосфера была. Я вообще сам превратился в ребенка. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, мой Бог! С днём рождения, мой Бог! С днём рождения тебя! С днём рождения, мой Бог! Я думаю, вы нам простите это, если что, потому что мы как бы праздник-то готовили. Я понимаю, что, ну, конечно... Сейчас я утащу, да. А как обидно как-то? Саша, а где та самая табличка, которую ты так долго готовил, скажи, пожалуйста? Макс сказал, что на его торт не надо никакой таблички. Где эта мышь? Саша забыл сделать табличку на торт. Макс, как шеф-повар, в свою очередь, забыл проверить. Ну, потому что мышь там все дела. Он убежал. Одним словом, все вообще. Но всё-таки надо вывозить ситуацию. От нашего коллектива, точнее, для Варюши, есть второй торт, скажи, уже с табличкой. А-а-а! И вы его домой заберёте? Мы ей вручили второй торт с табличкой в подарок уже. Главное, что она осталась. Прекрасное впечатление. Так, слушайте, нужна ещё одна брускетта. Плюс один суп со 16. Жень, я здесь, Жень. Валера, надо что? Не-не, всё нормально, сами, спасибо. Ты такая хорошенькая. Дядя-клон будет за тобой ухаживать. Хорошо? Ау! Да! А тортик наш пекла сегодня мышка наружка. Такая смешная Леночка. Кормил с лошадью, такая смешная, так рот открывала. Вообще чудик такой. Пусть не будет. Ну, клюзий, пищиконный по ужинам. И вода по асфальту рекой. Поймем. Мышка, ты можешь погромче подпевать? Да, только меня не слышно совсем. Потому что я... И поехали! Дети очень чувствуют, любят их или нет. И поэтому я сегодня старался ему отдать всего себя. Мы взяли тесто, отломили. Сейчас я тебе всё дам, подожди, дай. Делаем шарик. А дальше берём его так раз и прижимаем. И делаем из формочки печеньку. Мне понравилось, когда мы лепили печеньки. Я слепила грибочки. Вы с собой заберёте песочное вкусное печенье. Это ваше будет собственное приготовление. Далее на реальной кухне. Вы на самом деле молодцы сегодня, правда, большие. Сандро, я покорена. Вообще. Реально, я прям с тебя начну. Потому что я просто в восторге, в восторге. Ребят, Сандро сегодня первый раз. Умотали дети. Олесь, два часа скоро закончится? Всё. Олесь, два часа уже прошли. Вы бы это видели, правда. К сожалению, в этот момент на кухне было на 2-3 человека, включая меня. Макс, вы вообще с Сандро, конечно, молодцы. Вы всё это так готовили. Но когда вы пришли к детям, такое ощущение, что у них настолько сильная энергетика, что вы просто потерялись. Макс просто ходил за голову, но не знал, что с ними делать. Дядя Мыш, ты будешь развлекать детей? Это жесть, Кирилл. На самом деле голова мыши была очень тяжёлой. Очень тяжёлая, да, ребят. Я цеплялся за вот эти светильники. Он ко мне подходит, говорит, Олесь, она как-нибудь крепится? Олесь, посмотри, а голова это как-нибудь фиксируется вообще? Нет, нет. Нет? Нет, нет. Жесть. Она просто вот за счёт тяжести. Я понял. Аня? Я сегодня почистила карму, пообщавшись с детьми. Забыла все обиды, всё. И тоже захотела родить. Слушай, ну я в восторге, правда, мастер-класс был в себе. И делай. Посмотрите, я на себе. Да, только клади его сюда. А где твоя тарелочка, я сейчас тебе его принесу. Мне кажется, мастер-класс был в тему с печенюшками, хотя бы как-то осадил накал детей. Того жёлтого. Детям, кстати, очень понравился ваш мастер-класс, Сандро. Ну ты тоже от детей не отходил вообще ни на шаг. Не, ну а как от детей отойдёшь? Я с ними играл, ты помогал. Там была маленькая Леночка, которая мне очень понравилась. Чудесная вообще. Она единственная, которая взяла торт и осталась за этим же столом. Неужели? Не надо мне это. Она чем идти? Она села и начала его сразу лупить. Так я не закормил. Давай, я тебе помогу. Держи. Хлышь, пись. Она очень широко открывала рот, это было смешно очень. Не знаю, все ребята молодцы. Сегодня как-то вообще реально ощущение было дружного коллектива, такого весёлого. Дети послушные были? Детишки не бывают послушными. Саша, ты, по-моему, его ловил всё время там, да? В Тилауде, на кухню. Когда в Тилауде бежал, я говорю, так, малой, тебе нужно выйти отсюда. Я ему кричу, лови его. Силой, бери его, силой. Силой бери его. Нельзя туда, блин, быстрее, Саша. Кирилл. Да я ещё так набегался за Артёмом и за его другом. Артём много чего хотел разбить, просто я за ним по пятам ходил. Ну ты и неугомонный парень. Дядя Мыш, займи что-нибудь Артёма. А что произошло сегодня на кухне, Танюш, за конфликт? В общем-то, никакого конфликта не было, просто мы с Сашей так немножко... А что, ну скажи, я просто вот не знаю... Ну, изначально, как мне показалось, Саш, твоя звезда, она как-то не гаснет, и ты очень любишь поучать. Но хотя, мне кажется, тебе и у меня тоже есть чему поучиться. И твой сарказм, который ты проявлял по отношению ко мне, мне просто был неприятен. Это тебя в кулинарной школе так лучше, да, готовить? Саш, давай воздержимся. Не-не, мне просто интересно. Не-не, я хочу записаться просто туда же. У тебя хорошая база знаний. Я просто боюсь, что мне денег не хватит. В кухню никого похвалить не могу, потому что были ошибки. Зачем так сильно? Какие дебилы работают на кухне. Вот серьезно, таких дебилов я еще не видела вообще нигде. Они воткнули свечи просто в полторта, понимаешь, их сейчас ножом оттуда выковыривать просто надо. А так, всем спасибо, ребята, все вообще молодцы, и спасибо вам большое. Ребята, у нас сегодня был очень добрый вечер. Мы заработали 115 тысяч. Ура! Общая сумма составляет 1 миллион 229 тысяч 500. И давайте перейдем сразу к лучшему и худшему работника дня сегодняшнего и пойдем домой отдыхать. Начнем мы... Давай с тебя, Артем. Лучшим я решил сегодня назвать Сандро. Очень позитивно сегодня все это выглядело и очень весело было, когда он кормил девочку с ложечкой. Худшим я назову сегодня тебя, Кирилл. Нужно было кого-то выбирать худшим. Кирилл попал под раздачу. Все были молодцы. Валер, хочу выделить тебя. Мне показалось, что мы, в общем-то, хорошо, слаженно работали все вместе на кухне. Саша, поскольку больше худших выделить не могу, инцидент. Мне было неприятно, но я думаю, ты сделаешь вовремя. Я ему объяснила, я говорю, Саша, я ничего против тебя не имею, но уже какой день ты пытаешься... Я умный, ты дурак. Он диктует только свою позицию. Сегодня не очень было не худшим, а был не очень Макс. Лучший хочу назвать тебя, потому что сегодня было сложно. С какими ситуациями приходилось по ходу сталкиваться, поэтому мы улучшались. Макс. Худший Кирилл. Потому что сначала надо залезть в мышиную шкуру, чтобы почувствовать... Да нет, Макс, я все это прекрасно понимаю. Мы с тобой обсудили все. Лучший Сандро. Я сегодня не мог просто смотреть без слез на то, как я его раскрасил. Бульдог. Носорог. Худший сегодня Таня помогла провести мастер-класс. Худший. Саша, я тебя не поняла сегодня. Старшек нужно уважать. Ничего я так слушаю, Саша. Было очень неприятно вообще на это все смотреть и слушать. Лучшим я хочу сегодня выделить Кирилла. Потому что когда я оглядываюсь, Кирилл бегает с детьми, он вообще полностью ими там увлечен. И всех знает по именам самое главное, что вообще удивилась на самом деле. Худшего хочу выделить. Макс, тебя извини, торт не получился и что-то там по кухне, я не знаю, у нас полный пирог не получился. Ну да, не очень как бы, он такой какой-то немножко стремноватый был. Что, она бредит, что ли? Какой плохой торт-то? Она его даже, наверное, не пробовала. Ну я не знаю, просто, ну это было сказано так, от балды вообще. Макса сегодня плюс лучший. Я видел сегодня, как Максим забегал с этой огромной головой, знаешь, как на пидстопе вот. Перенойте меня. И сразу его там холодной тряпкой, воды, все поправили, обратно голову. Давай, как в этом, как на парше в болиде, замена масла. Худший, Лесь, это ты, потому что я не согласен с твоей политикой ведения работы. Хорошо. Сандро? А там что, если веки рюшки? Мне за что? Просто так. Такая ты сволочь. Потому что я хочу общаться нормально, что у нас не было недопонимания. Мы нормально с тобой общаемся. Мы нормально общаемся. А почему ты сливаешь у меня голоса вообще? Я на тебя не сливаю. Вот все, я хочу отомстить. Могу я сегодня это сделать? Все, хорошо, хорошо. Я сейчас не пойму, в каком позиции займем. Уличие человеке два человека. Я, во-первых, хочу поругать этого человека, это Александра. Мне очень не нравится, как он по своему времени себя ведет. Я хочу ему все-таки сегодня дать поддержку, но это только для того, чтобы он перестроился, переключился с директоров, настроился полностью на работу. Где-то он должен сейчас найти себя. Только поэтому я даю ему поддержку. Я думал, что будет против Саши моих голосов, но я бы его, конечно, не хотел бы топить. Все-таки парень такой забидный. Корону можно и снять. Это не проблема. Лучшего я сегодня выбираю Максима. Он сначала подготовил все, и потом пошел в этом костюме работать. Это на самом деле тяжелый труд. Макс, ты лучший, Кирюха, худший. Кирилл готов топить по-тихому, красивому, топить своих конкурентов. Это чувствуется. Человек не привык вообще как бы проигрывать. Далее на реальной кухне. И мое мнение. Худший сегодня. Саша, ты сегодня сделал инициативу с табличкой и провалился. Табличка была ужасная вообще. Надпись ужасная. Мне стыдно было гостям это отдавать. Где табличка? Не хочу в милицию. На 40 табличку мне Саша попросил посмотреть. Ребята, это посмешно. А я не знаю, я не знаю. Да лучше бы я ее не находила. Саша, ну ты кричал, понимаешь, что ты сделаешь ее? Черт возьми. Наверное, попроще лицо все-таки делай. В коллективе к тебе все хорошо относились, а сейчас ты подсдал позиции серьезно. Теперь хорошие отношения придется заработать. Сандро. Туки-туки. И в итоге у нас лучший сегодня Сандро. И худший Кирилл. Все, всем спасибо огромное. Сегодня был крутой день. Что за хуйня? Я удовелся, он почему-то еще пошел налился и опять я удовелся. Ой, что за хуйня? Заменить все очень приятно. Во вторые блюда нам обязательно плюнут. Ты что, охренелся ты? Ты что из меня дуру делаешь? Может, твои сиськи мне мешают думать вообще? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!